И снова здравствуйте! В эфире ЛРТ специальный выпуск. Мы продолжаем следить за ходом президентских выборов в Люберцах. Напомню, сегодня гражданам страны предстоит выбрать из восьми кандидатов главу государства на шестилетний срок. Как голосовали жители округа на избирательном участке в кадетской школе, расскажет наша корреспондентка Анна Троян. День, когда решается судьба страны. День, который войдет в историю. И отранно видеть, что люберчане, а в частности жители городка Б, активно идут на избирательные участки. К кадетской школе их пять. И сюда жители приходят даже целыми семьями с хорошим настроением и позитивным настроем. Безопасность на каждом участке обеспечивают наблюдатели, сотрудники правопорядка, дежурят кареты, скорой помощи и медработники. Мы контролируем количество людей, которые приходят на выборы. То есть мы считаем, совпадает ли явка фактическая с тем, что будет предоставляться Центральный избирательный комитет. В соответствии с Конституцией Российской Федерации глава государства будет избран на шестилетний срок путем равного и прямого общественного тайного голосования. Мы пришли проголосовать за верховного главнокомандующего, потому что мы семья профессиональных военных. Если будет сильная армия, которая будет охранять наш мирный труд, то будет сильное государство. Но я напомню, проголосовать можно сегодня с 8 утра и до 8 вечера. При себе нужно иметь паспорт и если вы голосуете по месту пребывания, вам также потребуется ранее полученный открепительный талон. Мы ответственны за свою страну. И поэтому каждый гражданин в России обязательно должен прийти на выборы и проголосовать. Вот наш мир. Я голосовала за страну, за ее будущее, за сильную страну, за сильного, хорошего президента. Я думаю, что я свой выбор сделала правильно. Также хотелось бы отметить, что сегодняшнему дню пришествовала большая предвыборная кампания. Агитационный период начался 17 февраля и закончился 16 марта включительно. Вчера был день тишины. Почти месяц кандидаты участвовали в дебатах, ездили со своей программой по стране, общались со своими потенциальными избирателями. До участия в выборах были допущены 8 кандидатов. Это представители семьи партий и один самовыдвиженец. Результаты голосования будут окончательно подведены уже завтра. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Ну что ж, а мы продолжаем. Напомню, всего в округе сегодня работают 165 избирательных участков. Голосование идет полным ходом. Наша корреспондентка Луизия Геазарян побывала на избирательном участке в Люберецком ДК. Там сегодня было многолюдно. Давайте посмотрим. Еще одна точка, где сегодня проходят выборы – Люберецкий дворец культуры. Здесь голосуют жители улицы Волковская, а также пяти ближайших домов на Октябрьском проспекте. Всего к избирательному участку 1461. Прикреплены более 1700 человек. Также на участке присутствуют сотрудники полиции, сотрудники МЧС. Обязательно присутствуют волонтеры. Это в случае, если будут пребывать категории населения маломобильные, они готовы всегда оказать помощь, помочь, подсказать, проводить. Ну, ждем всех. Всегда рады. Стоит отметить, что на избирательный участок активно приходят не только люди старшего поколения. Немалую заинтересованность в этом процессе проявляет молодежь городского округа. Это очень важно. Во-первых, это для моей дочери первые выборы. Хоть она, конечно, не может голосовать, но с самого раннего детства приучаем к гражданскому долгу. Ну, и считаю, к долгам всей семьей приехать, проголосовать. Глава государства должен быть лидером, ответственным, ну и патриотом, естественно. Конечно, он должен держать все в своих руках, все видеть, все знать, быть в курсе всего. И, конечно, в первую очередь мы должны ему доверять. Если ты не сделаешь выбор в пользу своего будущего, какой ты хочешь, потом что, локти кусать только. Так что должен каждый человек осознанно прийти сюда и сделать выбор. Впервые в нашей стране в истории президентских выборов избиратели могут проголосовать не по месту прописки, а в любом удобном месте. Так депутат Государственной Думы Лидия Антонова изъявила желание отдать свой голос за будущее страны в родных Люберцах. На избирательный участок она пришла вместе с семьей. Вообще-то замечательное право есть у человека сделать выбор. Вот я считаю, что нельзя отказываться от того, что мы завоевали. У нас есть право делать выбор, право выбирать свое будущее. Я считаю, что это очень важно. Большая работа была проделана для того, чтобы подготовить каждый участок, для того, чтобы дойти до каждого избирателя, пригласить, чтобы понимать, кому надо помочь, чтобы действительно было доступно, и чтобы каждый знал, а где ему голосовать. Напомню, до участия в выборах допущено 8 кандидатов. Глава государства будет избран на 6-летний срок. Мне очень нравится, что как организованы выборы, и мне очень нравится именно атмосфера выборов. Стала недавно россиянкой. И очень горжусь этим, что я принимаю участие именно в этих выборах. Я решил принять участие в этих выборах, потому что это мой гражданский долг. Это, во-первых. А во-вторых, мы должны выбрать себе такого руководителя, который бы действительно что-то сделал такого, чтобы всем было хорошо, который бы заботился о людях. Процедура голосования завершается сегодня во всех избирательных участках ровно в 20.00. Луизия Геазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Также Луизия Геазарян успела понаблюдать за ходом голосования в Гагаринском корпусе Люберецкого техникума. По словам наблюдателей, процедура голосования там прошла в штатном режиме. Смотрим. Избирательные участки соответствуют всем необходимым требованиям. Как мы видим, здесь установлены кабины для тайного голосования, прозрачные урны для бюллетеней, а также стенды с информацией о кандидатах на пост главы государства. Правопорядок на участке обеспечивают сотрудники полиции. Избирательные участки 38, 28 и 14, 56 расположились в здании Люберецкого техникума имени Гагарина. С самого утра сюда приходят жители близлежащих домов, а также люди, которые выразили желание голосовать именно здесь. Каждый должен голосовать за президента, потому что каждый голос, он важен. При хорошем президенте, я думаю, наши внуки будут счастливы. Сегодня избирателям предлагают выбрать не только главу государства. В рамках проекта «Комфортная городская среда» жители могут проголосовать также за проекты благоустройства территорий. Активность наших граждан высокая. Думаем, что выполним намеченные цели. Луиза Егязарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Ну что ж, я хочу напомнить, что сегодня в единый день голосования корреспонденты ЛРТ ведут репортажи с избирательных участков и прямое включение из территориальной избирательной комиссии Люберец. Следите за эфиром. Хорошего вам дня.